Всем привет, с вами Безбородый, Алекс Амыч Петель. Сегодня будем смотреть клип группы Within Temptation, который называется Bleed Out. В общем, я очень ждал появления этого клипа, точнее даже не клипа, а самого трека в сети, но группа решила порадовать фанатов не только новым треком, но подкрепить его, так сказать, клипом. И я им несказанно за это рад и благодарен. Небольшая предыстория, почему я ждал именно этот трек. В этом году группа Within Temptation была мной переоткрыта. Я об этой группе знал, ну, очень давно, наверное, на протяжении 15-20 лет. И когда компьютеры только появлялись, и еще не было стабильного интернета, мы передавали друг другу жесткие диски, CD-диски, то, как мог, то, чем мог. И у нас был там такой список клипов разных. И один из клипов, я, конечно, сейчас не вспомню, как конкретно он назывался, но он был группой Within Temptation. На тот момент я был молодой, горячий. Мне нравилось что-то жесткое, прям дичайше жесткое. Но, что вы понимали, это вот прям дедкор. И мне казалось, что чем жестче, тем круче, тем лучше. И другую музыку я не воспринимал, относился к ней очень критично. Был юношеский максимализм. Это все нормально, это все проходит, все лечится и так далее. Наступает 2023 год, я сижу на стриме, никого не трогаю, и тут мне в рекомендациях приходит ссылка на Hellfest, то, что в прямом эфире сейчас выступает группа Within Temptation. И я такой думаю, ну, давайте посмотрим прямой эфир. Это же крутое, это прям вот эмоции, которые ты получаешь прямо здесь и сейчас. Я захожу, и я просто в шоке. Я просто в шоке, насколько это крутые музыканты. Они молодцы, они не стоят на месте, они и остаются собой, но они еще и двигаются в ногу со временем, потому что я увидел у них на концерте восьми струны. На самом деле, вот этот концерт, который я посмотрел, мне очень прям понравился. Они презентовали свой новый трек, который назывался Bleed Out. Я когда услышал, мне прям очень понравилось. Я после этого переоткрыл для себя группу Within Temptation, я пересмотрел их клипы, я уже там несколько треков добавил себе в плейлист, и слушаю, и кайфую на самом деле. Так, трек, это свежий пирожочек. Вышел два дня назад, 200 тысяч просмотров. Это очень круто, очень круто. Давайте же смотреть, 4K, звук на максимум. Ух, я так ждал, я так ждал. Я как увидел, что у меня в рекомендациях появился Bleed Out Within Temptation, я прям хотел посмотреть, но я сдержался, но я сдержался, чтобы сделать это вместе с вами. Все, запускай, я больше не могу терпеть. Вот! Вы слышите? Вот почему я ждал. Ну, пока очень похоже то, что я слышал на концерте. Это опять какие-то нейросети? Очень похоже. У меня мурашки по коже, ребята! Блин, мне вообще так нравится. Да, это нейросети. Вот вы вдумайтесь, группе очень много лет, и они не стоят на месте, они внедряют восьмиструны, низкое звучание, то есть насколько должно быть прогрессивное мышление, то есть оно как бы и консервативно-прогрессивное, да, то есть оно на балансе находится. Это очень круто, это очень круто, потому что они еще более широко охватывают новую аудиторию. Мне прям вообще дико... Я, короче, нахожусь в диком восторге, мне прям очень нравится то, что я слышу вот эти рифы. Когда я говорю, я смотрел выступление на Hellfest, и это было просто нечто. Они там вот на этих восьмиструнах, они так стояли, так играли, так играли. Это было очень круто. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нее очень крутой вокал. И на концерте она просто выложилась на 150%. Я не знаю. Было очень круто. Блин, да сейчас модерновые группы не все так играют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мурашечки по коже побежали. Не зря я ждал, вообще очень дичайше, прям понравилось. Так, давайте я на начало перемотаю, включу. Конечно, хочется опять сделать небольшое отступление в плане того, что я уже вижу вот второй клип, сделанный с помощью нейросетей. То есть я пробовал делать какие-то фишки с нейросетями. То есть я пробовал делать какие-то фишки с нейросетями, я знаю, как они работают. И я в некоторых моментах могу определить, что это именно нейросеть. То есть это не работа художника. Потому что там есть некоторая логика действий. И вот если вы поработаете с нейросетями, там погенерируете некоторые картинки, например, погенерируете какие-нибудь видео, да, но сейчас видео оно не генерирует, оно через картинку все это делает. Но в целом, да, то есть вы увидите логику действий, и вы сможете спокойно на текущий момент определить, сделано это с помощью нейросетей или нет. Первый клип, который я видел, это получается у периферии Атропос. И вот сейчас. Хотим мы этого или нет, но наше будущее тесно переплетается с нейросетями. И на текущий момент вот кто-то может спокойно определить, что это сделано с помощью нейросетей, а кто-то нет. Но в будущем нейросети очень сильно спрогрессируют, и уже будет тяжело определить, что это графика, реальные какие-то кадры или нейросеть. Вот такое нас будущее ждет. Но не стоит его пугаться, стоит изучать, познавать, и тогда все будет хорошо. Теперь про Within Temptation. Мне кажется, я уже и так все достаточно сказал. Конечно, я не считал количество струн на их гитарах, но по звучанию это именно как 8-струн или очень низко настроенный 7-струн. Очень низкое звучание, очень классное, и как оно соплетается, и как оно соплетается с ее вокалом, это просто, просто нечто. Спасибо им за то, что они так оперативно выпускают новые треки, новые клипы, это очень круто. Это очень круто. Спасибо вам большое. Ссылка на Within Temptation будет в описании. Переходите, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо вам большое, что были со мной, что насладились этим клипом, насладились этим новым классным треком. Наконец-то я его дождался, я теперь могу добавить свой плейлист. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, переходите в другие соцсети, и увидимся с вами уже в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok